Рекламно-информационная программа. С Верой в спорт. Доброго солнечного дня всем. Это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. Месяц назад мы встречались с замечательной девушкой, женщиной, преподавателем йоги школы-студии ВО, Натальей Шихмина. И сегодня Наталья вновь в нашей студии. Здравствуйте, Наталья. Добрый день, друзья. Да, как слушатели могут догадаться, продолжаем сегодня разговор о йоге. На самом деле много вопросов возникает о именно этом виде деятельности, об этом направлении, как с физической точки зрения, так и с каких-то иных, иные возможности рассматриваются, которые йога нам может дать. Ну, начать предлагаю с небольшого ревью. Краткий экскурс в программу прошлую, месячной давности. Мы говорили, дали основные понятия базовые, что такое йога, и для чего она нужна. Наталья, давайте ещё раз кратко, тезисно. Хорошо. Я очень рада наблюдать, что вот в последнее время действительно немножко ослаб, так скажем, модный интерес к йоге, и действительно люди стали задавать вопросы по существу. То есть если раньше йога, это было очень модно, это было статусно... Поверхностно. Да. Теперь уже вопросы возникают, а что это именно такое. То есть те, кто попробовал, остался, кто не остался, тот ушёл. Но, тем не менее, вторая волна интересующихся появилась, которая уже задаёт вопросы по существу. Итак, йога – это часть физической культуры. Физической культуры, которая должна присутствовать в жизни обязательно, каждого, каждого, каждого человека. Будь то занятие физической зарядкой, будь то занятия какими-то практиками лёгкими, какими-то более нагрузочными. Это может быть и пробежки, это могут быть любые физические упражнения. Но, тем не менее, йога – как дисциплина, которая является частью физической культуры. Дисциплина, которая тысячелетиями отточена нашими предками, которая включает в себя комплекс упражнений, специальных асан, поз в йоге, дыхательных техник, практик. И плюс – это обязательно работа с сознанием, какие-то специальные способы релаксации. Это медитативные техники, концентрация на своих ощущениях. И, как мы ещё называем, тренировка ума, тем, тела, соединение духа, тела и их тренировка. Объединение и гармонизация, наверное. Совершенно верно. Да, и мы говорили о том, что как раз йога подразумевает как физическое направление, так и духовное. Важный вопрос, который нам задали, касаемо именно занятий йогой, именно то, что йога является одним из немногих видов активности, которые, во-первых, допускаются, во-вторых, может быть полезны для беременных. В этой программе мы ещё ни разу не говорили о каких-то системных занятиях вот именно для женщин, находящихся в положении. Вот здесь есть возможность прекрасно об этом сказать, потому что всё равно это состояние женщины как минимум нуждается, да, и очень хорошо, если будет ещё какая-то физическая активность дополнительная. Об этом говорят и врачи, об этом говорят и тренеры, да, всевозможные преподаватели. Каково отношение у вас, Наталья, к этому направлению, то есть йога для беременных? Насколько это развито, популярно и актуально сейчас? Это очень актуально. Это не слишком развито, но судя по интересу, который вызывает йога у беременных, мы видим, что интерес пробуждается, и опять же женщины, которые пребывают в этом прекрасном, интересном состоянии, они ищут способы какой-то физической нагрузки. Естественно, что и врачи поменяли своё видение йоги, потому что сами стали уже много практиковать и видят пользу от этого вида физической нагрузки. И женщины, которые пребывают в интересном положении, готовятся стать мамой, для них йога становится очень таким прекрасным инструментом для того, чтобы нивелировать или как бы уменьшить нагрузку или изменения, которые происходят естественным образом в организме. Ну, к примеру, женщина никогда не занималась спортом, или она занималась какими-то активными видами спорта. Беременность, она предполагает изменения, ну, во-первых, гормональной системы. Женщине меняется настроение, у неё меняется внутреннее состояние, она в ожидании малыша, она меняет внутреннее своё пространство, и, естественно, это сказывается на её психике. Что мы предлагаем? Мы предлагаем мягкие, гармонизирующие практики, дыхательные упражнения, медитативные техники, которые дают возможность женщине сосредоточиться на тех изменениях, которые происходят в её организме, естественным образом. Естественно, увеличивается вес. То есть всё, что происходит внутри, это сказывается и на вестибулярном аппарате, это сказывается на состоянии суставов, это сказывается на состоянии стопы, плюс гормональные изменения. Мы предлагаем комплексы, которые дают возможность женщине укрепить связки, укрепить суставы. Если необходимо, увеличить гибкость и подвижность области малого таза, то, что готовит женщину к естественным родам. Плюс ко всему, постоянно увеличивающийся живот, он, естественно, давит на внутренние органы, и таким образом органы, поднимаясь вверх, затрудняет дыхание. И здесь вот дыхательные техники, они как раз становятся... Насыщение организма. Да, помимо насыщения кислородом организма мамы и, соответственно, организма малыша, у женщины появляется навык дыхания, так скажем, переднего, заднего, верхнего дыхания, когда не получается в полной мере вдохнуть, а дышать необходимо. И тогда вот дыхательные техники йоги помогают женщине как раз научиться правильно дышать, что уже в дальнейшем во время схваток, во время естественных родов, это будет ей помогать. То есть учимся дышать правильно, учимся преодолевать вот эти вот краткосрочные моменты схваток при помощи дыхания. То есть мы это всё отрабатываем. У нас очень много отзывов от наших йогинь, которые проходят всё это и пишут нам, что йога им очень помогла. Потому что во время родов у женщины меняется и, так скажем, психическое, эмоциональное состояние. В большинстве случаев, и это необходимо, и это заложено природой, голова должна отключиться. Включаться должны природные инстинкты. И вот в этот момент женщина начинает вспоминать эти навыки, которые она приобретала во время её... Рефлекторно вспоминает. Да, да. И это всё очень помогает и облегчить боль во время схваток, и помогает именно выходу малыша, потому что та энергия, которая у женщины скапливается внутри, и она, естественным образом, направлена должна быть на малыша, иногда женщину её отпускают в крик или в какие-то другие состояния, мне больно, сейчас что-то со мной произойдёт в страх, что, естественно, не помогает малышу, естественно, выйти. И вот та сила, которую женщина учится собрать и помочь своему чаду выйти, такой стартап я называю, да, первый стартап, то есть то, что может помочь мама, это как раз помочь малышу, дать ему возможность благополучно поменять внутреннюю среду и выйти во внешний мир. Да, и чтобы ни мама, ни малыш в это время испытывали минимальный стресс какой-то психологический. Да, да. И плюс ко всему вот это нахождение в единении, то есть то, что женщина приходит на занятия, это даёт возможность соединиться вот с этим состоянием «я будущая мама». Или приходит за вторым, за третьим, когда со второй, с третьей беременностью, то есть женщины, они понимают, что это необходимо, вот это сосредоточение, потому что когда малыш выходит, они его воспринимают как частичку себя. И это очень облегчает общение мамы и дитя вот сразу после родов. Интересно, получается, что, как вы сказали, с помощью физической нагрузки женщины освобождаются от нагрузки, которую они получают во время беременности. То есть нагрузка освобождает от другого вида нагрузки. Это очень важно. И про дыхательные техники вы упомянули, хочется ещё эту тему развить. Это ведь касается не только беременных, да и совсем не только беременных, да и вообще довольно-таки популярный сейчас вид практик, это вот дыхательные системы, технологии. Кому они ещё могут быть полезны, в каких случаях и возможно ли этому научиться, если рассматривать дыхательные практики отдельно от йоги? Безусловно, дыхание – это жизнь, это первый ресурс, первый ресурс, который человеку необходим. Есть даже такая притча, когда поспорили пять органов чувств и дыхание, кто из них важнее. Мозг стал арбитром, и в результате зрение ушло, человек начал спотыкаться, но ничего с ним особо не случилось. Исчез слух, он пострадал, но ничего особенного не случилось. То есть исчезли обоняния, исчезло осязание, да, жизнь стала не такой насыщенной и яркой, но когда ушло дыхание, все закричали «возвращайся скорее». Почему? Потому что дыхание оказалось основой всех основ. Мы начинаем свою жизнь с первого вдоха и заканчиваем последним выдохом. И вот этот промежуток между первым вдохом и последним выдохом называется жизнь. И всё начинается с дыхания. И вот тогда мы говорим о том, что действительно очень важно. Ведь дыхание – это наш навык, который даёт возможность не только запускать наши биохимические процессы насыщения кислородом, запускать процессы окисления внутренней среде, но это прежде всего также регулируются процессы психического состояния, эмоционального состояния. Успокаиваем дыхание, сердцебиение. Мы дышим спокойно и таким образом гармонизируем внутренние процессы. И поэтому человеку в любом возрасте, безусловно, необходимо дышать. Дышать, учиться дышать правильно, расширяясь. Эффективно дышать. Эффективно, да. И плюс, когда мы с вами задействуем нашу диафрагму, дыхательную, основную дыхательную мышцу, мы говорим о том, что мы включаем второе сердце. Потому что нашему сердцу всё равно нужна помощь и поддержка. У него достаточно силы, чтобы протолкнуть кровь в основное русло, но чтобы вернуть кровь, недостаточно силы. И вот тогда человек, когда начинает активно использовать дыхательную диафрагму, работает с брюшным дыханием, с диафрагмальным дыханием, таким образом способствуя оттоку крови от нижних конечностей, то есть так называемый обратный венозный отток происходит. Это есть терапия и профилактика таких заболеваний, как варикозное расширение вен и варикозное расширение вен малого таза, что, кстати, очень актуально для женщин во время беременности. Поэтому беременность – это лишь только состояние, временное состояние женщины, которое, конечно, имеет, безусловно, и последствия определенные. Поэтому мы говорим о том, что после беременности женщине тоже важно заниматься и восстанавливать свое здоровье, восстанавливать, так скажем, какие-то утраченные навыки во время беременности. Ну, чего-то скрывать, излишний вес, растяжение кожи, иногда и бывают и травмы определенные. Поэтому все восстанавливается, все возвращается. И, безусловно, здоровому малышу нужна здоровая мама, счастливая, жизнерадостная и энергетичная. Да. Энергетичное слово хорошее сказали. Да. Еще пару слов о дыхании. Это же настолько важная часть, в том числе и спортивной составляющей. Да. В разных видах спорта, даже в тренажерном зале, постоянно сталкиваемся с тем, что нужно правильно дышать. То есть в определенный момент вдыхать, в определенный момент выдыхать. Это связано в том числе и с работой мышц. Безусловно, да. Разный тип дыхания, он выполняет разные задачи. Разная нагрузка, разный вид тренировок. То есть если мы с вами обратимся к любому виду спорта, мы увидим, что тренер всегда обучает. Дыши, задержи дыхание. То есть, скажем, в плавании возьмем. Это тоже основной этап, так скажем, правильной тренировки. Это правильно обучиться дыханию. Сильному активному дыханию. Да, развитие выносливости, например, в длинных пробежках, в марафонских дистанциях. Это тоже очень важно, как правильно дышать. Потому что если человек запустит дыхание в неправильном ритме, то, естественно, и ритм дыхания собьет ритм движения. И очень быстро наступит усталость. Да, так что дыхание – очень важный элемент. Любой тренировки, любой физической нагрузки нужно обращать на это внимание. По поводу беременности еще несколько вопросов. С какого срока можно ходить в группы йоги для беременных? Вы уже сказали, упомянули о том, что можно не иметь какой-то приземной физической подготовки, чтобы отправиться на такие курсы. И всю ли беременность йога может сопровождать? Да, обычно, когда нам задают такой вопрос, мы всегда спрашиваем, какой у вас срок, есть ли какие-то противопоказания. То есть обычно где-то до 12-13 недели мы рекомендуем воздержаться от интенсивных нагрузок или, скажем, каких-то мероприятий физической нагрузки, которые раньше женщина не испытывала. И как только исполняется 13-14 недель, мы говорим, окей, если ваш доктор, наблюдающий ваш врач, не возражает, если все в порядке, то приходите, пожалуйста. Ограничение в сроках, до какого срока ходить, это определяет сама женщина. Обычно у нас ходят до последнего срока. Иногда сегодня говорят до свидания, похоже, я, говорит, завтра уже уйду. Другое учреждение. Да, действительно, женщины чувствуют, потому что йога, она вот таким, скажем, дополнительным бонусом в йоге является открытие каких-то чувствилищ, так я называю. То есть человек начинает чувствовать то, что с ним происходит. И вот это вот состояние приближающихся родов, как правило, женщины чувствуют уже. Поэтому можно до конца. Если нет противопоказаний с точки зрения медицинских каких-то, то, пожалуйста, заниматься можно в любое время и до конца беременности. Ну и само понятие физическая нагрузка, как вы тоже характеризовали йогу, все-таки насколько сильна эта нагрузка именно? Нагрузка умеренная. Ну, кому-то может показаться и сложная. То есть, ну, в этом случае здесь, безусловно, каждый человек дозирует нагрузку сам, в соответствии со своим состоянием и в соответствии со своими задачами. Безусловно, мы проговариваем всегда, для чего это упражнение делается, на что эффект идёт, на какие внутренние органы, на какие системы, что это даёт. И женщина сама может определить, с какой сегодня интенсивностью заниматься. Потому что настроение меняется, самочувствие меняется. И иногда, конечно, те перемены, которые происходят с женщиной во время беременности, для неё бывают ужасом ужасным. Потому что многие женщины просто не готовы к этим переменам. И её охватывает чувство депрессии, чувство какой-то даже неуверенности, нестабильности. И в этом случае йога, конечно, помогает очень. Безусловно, это инструмент такого эмоционального равновесия. Идём дальше. Йога для детей. Тоже популярные довольно-таки явления. И на прошлой программе вы упомянули о том, что практически любого возраста ребятам можно приходить заниматься. На самом ли деле это так? То есть любой ли возраст и какие есть показания, противопоказания для детей? Да, мы имеем успешный уже опыт общения с детьми от 4 месяцев. У нас есть группа от 4 месяцев до 12 месяцев, то есть до года. Приходят мамы с малышами, и мы уже в таком возрасте дети начинают заниматься. Есть группа от года до 2, от 2 до 3. И есть в нашем центре группы младшие школьники или до шкалята от 6 до 8 лет, и дальше группа от 8 до 12, уже подростки. Естественно, что комплексы и упражнения, вообще программа йоги выстраивается в соответствии с возрастом, с теми необходимыми состояниями, которые происходят в этом возрасте, и именно в той форме, в которой лучше всего усваиваться данным возрастом. Но самое главное, я хочу сказать, что во всех программах мы обращаем внимание и уделяем внимание на постановку вестибулярного аппарата. Если малышки, они учатся ползать, они учатся, так скажем, формировать только свой вестибулярный аппарат, то постарше дети, они уже занимаются направленно на профилактику изменений вестибулярного аппарата в силу определенных и возрастных изменений, ростовых изменений, и просто учатся правильно держать осанку. Здесь в программу включены занятия с мелкой моторикой. И артикуляция. И на коммуникативные какие-то навыки. То есть дети... Еще, знаете, такое есть название нейро-йога. То есть посредством физических упражнений происходит зрелость мозга, просраиваются новые нейронные связи, и у ребенка уже от рефлекторного какого-то восприятия мира это уже переходит на осознанный уровень. Это мы говорим про малышей. Они учатся коммуникативности, они учатся общаться друг с другом, они учатся выражать себя, они познают мир, они развивают также дыхание. Мы учим их дышать, они посредством правильного дыхания устанавливают свой ритм. То есть гипер- и гипоактивность приходят в нормальное равновесное состояние. То есть если ребенок слишком активен, он войдет в нормальное свой поток. Если он гипоактивен, мы поддаем ему, так скажем, жару для того, чтобы он стал более активен. Как это происходит? Это происходит в групповых занятиях. Мамы приходят с малышами, но это если мы говорим о малышах совсем маленьких, они собираются, они располагаются на ковриках и в игровой форме начинают со своими детьми общаться. То есть мама является таким поводырем для малыша, то есть она посредством движения своего тела приводит в движение тела малыша. И затем уже у ребенка вырабатывается навык самостоятельного движения. Да, вот эти все малыши, которые к нам ходят в группу, мы с ними общаемся, видаемся, мне очень приятно их встречать, бывает на улице, и все, узнают. Я вижу, что эти дети действительно очень адаптированы к современному обществу. Да, ну, напомню, что сегодня в гостях у нас Анталия Шихмина, преподаватель йоги студии его. Это программа «Сфера и спорт». Очень интересная тема про детей, потому что, на самом деле, сложно понять, как может малыш четырехмесячный заниматься йогой, да, пусть даже с мамой. Ну, вот понятно, что это, скорее всего, да, все делается для того, чтобы сказывалось на его скорейшем развитии, да, на развитии его, как вы сказали, как раз нервной системы, физической культуры его, вот понятие культуры. Важный вопрос, который в этой связи хочу вам задать, это насколько важно и приемлемо заниматься дома, и что выбрать, заниматься дома под какие-то видеоуроки, либо заниматься в студии под надзором инструктора и преподавателя. Вы знаете, бывают случаи, когда человеку действительно не бывает времени пойти в зал, и потребность заниматься все равно присутствует. Есть время, есть место. Безусловно, ваше место должно быть подготовлено для занятий, это должно быть проветриваемое помещение, это должно быть достаточно места для того, чтобы заниматься. Но прежде чем начать все-таки индивидуальную домашнюю тренировку, я бы всегда рекомендовала начать со знакомства с тренером. Основные показания, противопоказания, какие-то нюансы, которые могут возникать в домашней практике. Потому что все-таки тренировочный процесс в группе, он предполагает участие тренера как наблюдателя, то есть он может показать, рассказать, что-то поправить, обратить внимание на что-то. Не всегда онлайн-занятия, они подразумевают наличие всех этих нюансов. И поэтому миксуйте, занимайтесь дома, ходите к тренеру, занимайтесь, ходите, сравнивайте, смотрите. И, конечно, нужно выбирать все-таки занятия уже таких проверенных тренеров, а не брать. Потому что сейчас онлайн-школы, к сожалению, не нужно быть экспертом, я слышала такой призыв, не нужно быть экспертом, чтобы стать преподавателем онлайн-школы. Причем это касается не только физической культуры, это касается и других отраслей. Поэтому такое занятие, направленное на монетизацию, но не предусматривает ответственности ведущего за то, что происходит за экраном. Поэтому будьте внимательны, осмотрительны в этом аспекте, тем более, что занятия йогой в нашем городе это достаточно приемлемые цены и очень даже доступно в студии. И территориальные. Да, йога-студий в городе достаточно много. Да, выбор есть. Кстати говоря, о доступности территориальной. Очень популярны сейчас в центральных городах России Европы, особенно Южной Европы, занятия йогой на свежем воздухе. Насколько, как вы считаете, это допустимо, насколько это мейнстрим или это вот как раз интенсивное, такое углубленное изучение йоги? И доступно ли это в Кирове, возможно ли это организовать в Кирове? Это прекрасное течение. Я бы очень хотела, чтобы оно не прекращалось, чтобы оно было поддержано, потому что, как мы видим с вами, что, безусловно, это первый элемент общения. Собираются единомышленники. Это самое главное. Пришли люди с какими-то определенными задачами и целями. У них есть желание, есть место, самое главное, прекрасное. Вот мы в это воскресенье уже опробовали газон в сквере с залами-парусами. Прекрасный газон. И очень ждем теперь лето следующего, чтобы уже действительно проводить там тренировки. там можно группами собираться, территория большая. Да, безусловно. Ну и плюс ко всему занятия на свежем воздухе всегда дают определенный заряд, то есть свежий воздух это огромное пространство воздушное, это стихия, которая присутствует. Я вам скажу больше, что занятия на земле, они дают определенную скажем, гибкость или вязкость даже телу. Ну, как бы то ни было, это такие мои наблюдения, и когда мы с вами стоим босиком на земле, вот эта некая невидимая связь, которая происходит тело и земле, оно придает нашему телу какую-то подвижность. Ну, известно, что земля снимает болевые ощущения, заряд, да, из тела забирает, ну, безусловно, длительное нахождение на земле, не нужно это практиковать, то есть достаточно пообщаться с землей. Вот, и уже в дальнейшем, когда мы практикуем какие-то асаны и позы выстраиваем, вот оно, тело просто начинает течь, вот оно прямо стремится к тому, чтобы приблизиться к земле, и я всегда, когда работаю на газоне, мы всегда обязательно практикуем асаны на растяжке, на вот, скажем, такие, как ханума насана, это шпагат, да, они реально получаются у людей гораздо лучше, нежели это происходит в зале на коврике. Удивительно, надо будет в следующем году это проверить. Обязательно, да, это нужно поддерживать, безусловно, и если в нашем городе будут достойные газоны, которые действительно могут быть применимы как йога-площадки, это будет здорово. Не обязательно йогой заниматься, это может быть и цигун, и пилатес, и что угодно, любые практики, которые мы можем на свежем воздухе выполнять. Вот, кстати, про цигун и пилатес вы упомянули, тоже много вопросов задают, в чём общие и каковы отличия между йогой, цигун и пилатесом, да, потому что, ну, статика везде есть, растяжка везде есть, в чём разница? Ну, наверное, основная разница это в возрасте, разница в возрасте, потому что йога всё-таки это, наверное, источник, наверное, это источник вдохновения для этих дисциплин, для цигуна и для пилатеса, да, потому что цигун, он также предусматривает такие же статичные позы, вы правильно сказали, но цигун всё-таки больше направлен на работу с энергией и на работу с дыханием, то есть посредством дыхания, движения, плавного перемещения в пространстве тела возникает такая некая связь, зацепка, что ли, за энергетические потоки, и человек, практикующий эту гимнастику, тоже входит в определённое метатинное состояние и получает определённые результаты, успокоение ума, концентрация на каких-то своих вопросах, задачах, именно которые он ставит перед собой на практику. Вот, пилатес, это достаточно молодой вид активности, он был, так скажем, обозначен в середине прошлого столетия и как гимнастика для реабилитации, быстрого восстановления после травм и каких-то таких состояний недвигательных. Вот, и впоследствии он уже был введён как элемент фитнеса, как элемент физической культуры, тоже используются статичные упражнения, но там, в отличие от йоги, больше динамичных движений, то есть даже если мы с вами сравним принцип дыхания, то в йоге дыхание, оно может быть использовано как элемент как бы отслеживания за движением тела, как дыхание сопровождает движение тела, то в пилатесе там дыхание, например, нос, выдох ртом идёт, и движение более динамичное. И всё же йога, она предполагает развитие в целом своего тела, ну и концентрация на воспитании, так скажем, каких-то своих внутренних процессов и на воспитании духа. В то время как пилатес это такая, скажем, дисциплина, которая больше направлена на коррекцию физического тела. То есть духовная составляющая, она присутствует во всех физических культурах, но в йоге она представлена наибольшим образом. Пилатес это прекрасный, так скажем, вид спорта или, так скажем, прекрасное направление для тех, кто хочет быстрых результатов, там, скажем, подкачать ягодицы, подтянуть пресс, потому что там основная работа идёт именно на так называемые мышцы кора, наше корсет, кора, корсет нашего тела. Вот в то время как йога, она всё-таки такая более разносторонняя практика. Вот, собственно, добавлю ещё, что вот на сегодняшний день существует даже синтез йоги и пилатеса, называемое такое направление йога-латос. Йога-латос, да, современный такой вид, потому что, занимаясь пилатесом и йогой, хочется и то, и другое. На самом деле, я вот, когда, так скажем, иногда задумываюсь над этим вопросом, я понимаю, что я тоже добавляю в свои тренировки вот элементы пилатеса. Они, причём, добавляются как-то сами. Женщины, существа, интересующиеся, динамичные, им всё время хочется чего-то новенького. Вот, классический вариант йоги, он предполагает такой, скажем, повторяющиеся, монотонные какие-то комплексы, которые, ну, бывает, что женщине наскучивают. И дабы, так скажем, удержать внимание занимающегося на своём теле и на самом процессе физической активности, мы добавляем в практику йоги тоже дополнительные инструментарии. Это могут быть какие-то пропсы, какие-то специальные приспособления, которые мы используем в процессе тренировки. Тренировка становится интересной, насыщенной, и причём мы не отходим от регламента, от наших основных задач воспитания, и тренировка силы, духа, выносливости. Да, это один из самых важных показателей. Наталья, слышала я о том, что у вас в ближайшее время планируется ряд мероприятий, в частности, группы стартуют, насколько я понимаю. Да, я хочу вам сказать, что йога для беременных, если мы будем говорить, это постоянно действующая группа, туда можно вливаться с любого срока, часто спрашивают, мы не делим на триместры, во время практики мы оговариваем, что, вот, например, для первого триместа то-то-то, для второго то-то-то, для третьего то-то-то, потому что организм меняется, но, тем не менее, основа всё равно остаётся единая. И вот мы уже буквально 12 сентября открываем новый учебный год, новый сезон для малышей. Мы уже в ближайшую среду, это то бишь через неделю, да, у нас открываются группы, в 9 часов первое занятие, малыши к нам приходят. Расписание, всё условия, мы, у нас это всё в наших группах, в социальных сетях, это всё есть, можно позвонить, всё узнать. Соответственно, 0+, мы указываем, да, что 4 месяца плюс. Да, 4, да. Такого нет, поэтому не говорим. Да, да, да. Мы даём возможность маме 3 месяца, как раз вот эти вот самые главные, основные. Я даже, знаете, пользуясь возможностью, хочу обратиться к молодым папам и к бабушкам, к дедушкам, вообще к семье новорождённого и молодой мамы. Я убедительно вас прошу, помогайте. Поймите, малыши приходят не только к маме, они приходят ко всей семье, и они имеют отношение ко всем к вам. И поэтому, когда вы будете относиться и к маме, и к малышу с умеренной заботой, освободите, пожалуйста, молодую маму от всех домашних дел. Дайте ей возможность побыть с малышом, восстановить здоровье. Поймите, а 9 месяцев мама меняла своё физическое здоровье. Ей необходимо как минимум столько же времени, чтобы вернуться хотя бы в какую-то минимальную форму. И освободите её от домашних дел, гуляйте сами с малышом, дайте маме полежать, восстановиться, потому что те изменения, которые происходят в организме женщины, растяжение внутренних связок, те физические изменения, они очень сказываются потом на здоровье, и бывает так, что через 10 лет это бывает таким неприятным ау, возвращается в здоровье женщины. Самое главное это любовь, забота, и дайте маме отдохнуть, восстановиться. Её забота кормить малыша, и тогда у неё будет достаточно и молока, и она будет в хорошем настроении, всегда будет рада. А ведь молодой маме ещё очень важно следить за собой, вот, чтобы у неё было время в зеркало посмотреть, и в магазин сходить, купить что-то новенькое, и порадовать себя. И тогда вся семья будет счастлива от такой прекрасной молодой мамы. Наталья, просто нега для ушей, спасибо большое от всех, наверное, беременных женщин и мамочек. Ещё хочу заметить. Форум. Мы забыли сказать про Мамафорум, да, что 9 сентября в Юркин парке будет прекрасное, уникальное мега-предприятие Мамафорум, и мы тоже участвуем в этом мероприятии. У нас будет площадка представлена, где мы ждём будущих мам, мы их ждём действующих мам, да, и мам, которые готовятся стать ими. на нашей площадке мы будем рассказывать, мы планируем, что на нашей площадке будет присутствовать наш друг, доктор, врач-гинеколог, эндокринолог, вот, и мы с Натальей, с нашей ведущей при Натальной Йоге будем рассказывать, показывать и ответим на все интересующиеся вопросы, которые появятся у наших гостей. 9 сентября это будет в Юркин парке, в 11 часов, и в этот же самый день мы уже на Театральной площади состоим другое мероприятие, в котором тоже студия ВО принимает участие, это марафон Венские холмы, который мы уже анонсировали неоднократно в этой студии, не только в этой студии, будут представители студии ВО на площадке, с которыми можно будет подойти пообщаться. Мы планируем, что мы даже принесем некоторый видеоряд, мы покажем наши залы, покажем, что мы занимаемся, будут тренеры работать на площадке, те, кто действительно проводят наши занятия. Мы ответим также на все вопросы, которые возникнут у наших гостей, и с удовольствием поделимся своим опытом, расскажем, что, к чему и как. Наталья, у вас можно быть на Театральной площади в это утро застать? Я постараюсь к 9 часам. До 11. К 9 часам, но там не совсем до 11, но, возможно, час у меня будет пообщаться. С 9 до 10? Да, на Театральной площади я встречусь. В зоне Экспо? Да, в зоне Экспо, стенд школы студии Йоги ВО. Мы с удовольствием встретимся со всеми, и я призываю всех наших прекрасных горожан одевайте форму, выходите на марафонскую дистанцию, пусть вы... Ну, можно и на 3 километра, если по-какому. Да, вы сделайте несколько шагов вперед к себе, потому что, вы знаете, самое серьезное и самое, так скажем, лучшая инвестиция это инвестиция в свое здоровье. Сделайте это сегодня, потому что не надо откладывать. Если мы можем отложить покупку каких-то дорогостоящих вещей, то откладывать инвестиции в свое здоровье не стоит. Все правильно говорить, не спорю нисколько, ни с одним словом. Ну, и раз уж мы заговорили о Вятских холмах, предлагаю послушать замечательный гимн, песню, которую написали ребята из Dance People для Вятских холмов специально. Наталья, вам спасибо большое, я хочу сказать, за сегодняшний эфир. Как всегда, познавательно, интересно, ярко, эмоционально. Да, и ждем вас снова в этой студии. Спасибо всем. До встречи. До свидания. До свидания.